Всем привет, меня зовут Митрий Гриценко и сегодня я хотел показать еще один вариант в гамбе Тимора, когда черные прежде всего задерживаются с ходом в коне в 6, то есть не развивают коня с поля G8 и во вторых, когда получается переход в классический вариант, в основной вариант в гамбе Тимора, они не играют слон Е6, а сохраняют слонов и играют слон Д7. То есть вот основная позиция и здесь черные делают ход не коня в 6, а А6, чтобы во-первых помешать белым плану Б4 и Б5 и во-вторых самим сыграть Б5 и зафиксировать перченную структуру на ферзьевом фланге. Но белые, как я уже говорил раньше, не должны играть А4, они играют ладья Д1 по канонам этого гамбита и после хода слон Д7, то есть опять же здесь черные не хотят выводить пока что коня, но в принципе ход коня в 6 здесь был невозможен из-за прорыва Е5, поэтому ход слон Д7 наверное нужный. Здесь белые играют слон Ф4. Суть в том, что если черные играют например ферзь Б8, защищая пешку ферзем, тогда конечно следует прорыв Е5 и в случае Д вообще белые просто разрывают оборону противника и здесь конечно же у них абсолютно выигранная позиция, поэтому после хода Е5 надо играть черным Д5, но тогда белые могут уйти слоном на поле Б3, могут на поле Д3 и в любом случае у них остается позиционный перевес, а у черных по-прежнему проблема с королевским флангом. Поэтому нужно играть после слона Ф4, конечно же именно Е5. Белые уходят слон Е3, черные играют конь Ф6, здесь возможен ход Х3, но наверное ход ладья АЦ1 тоже вполне нормальный. Суть в том, что в случае выпада конь Ж4, белые просто уходят слоном, то есть они не позволяют черному поменять коня на слона и после, например, рокировки черных они отгоняют коня, ставят слона на поле Е3, возникает фактически та же позиция и абсолютно те же идеи. Поэтому после ладья АЦ1 черные делают рокировку и белые играют А3. Здесь у черных есть несколько возможных вариантов, в принципе они приводят к аналогичным позициям и к похожим идеям. Например, если они проводят Б5, тогда белые играют слон Д5, не боятся размена слона на коня, поскольку тогда поле Б6 будет контролироваться и конем и слоном с поле Е3, и здесь, конечно же, черным не так просто развернуться. Но в случае, если черные не меняются, то тогда, например, в ферзе власти белые играют А3, защищаясь от выпада конь Г4 и затем проводят Б4, фиксируя структуру. И в случае размена, к примеру, хода слон Е6, черные, белые просто играют конь Б6 и затем, например, ладья С2 или ладья С3 сдваиваются по линии С и в принципе получают определенную компенсацию за отданную пешку. И как видно, слон с поля Е7 по-прежнему очень плохо и упирается в свою же пешку на поле Д6. В случае после хода А3, хода ладья С8 следует ход Б4, в принципе, переход к той же игре. И здесь, например, если черные не играют в ферзе 8 и играют слон Е6, тогда, наверное, проще всего белым предложить повторение ходов. Ходами конь Б6 и конь Д5, здесь в случае от хода ладья С8 будет конь Б6, но в случае слон Д5, конечно же, белые как минимум могут выиграть ферзя за ладью и слона. И здесь, естественно, они проиграть не рискуют. Поэтому после хода А3, черные играют А6, но в принципе здесь им сложно выбрать миллионный план. То есть здесь, как по мне, белые особо не рискуют проиграть, если они играют точно и дают черным развернуться. Как один из возможных вариантов, это проведение Б4 и Б5, соответственно, белыми и черными. Но тогда, как я уже говорил, белые должны сдваиваться по линии С, играет ладья С2, затем второй ладья А на С1. Черные играют король Х7, в принципе, у них здесь особой влана нет, поэтому ход король Х7 не выглядит довольно глупым, поскольку особо и сильного хода здесь у черных не видно. И в дальнейшем белые проводят Ж4, довольно сильный удар, вынуждая фактически ход К4, но тогда происходит размен и еще один размен. То есть, несмотря на то, что у черных, казалось бы, два слона против двух коней белых, здесь за счет того, что позиция носит более закрытый характер, чем открытый, плюс у белых линия С в распоряжении, то, естественно, здесь перевес двух санов не чувствуется. Здесь маневренные кони себя ощущают более комфортно. И в дальнейшем белые, конечно же, отыгрывают пешку, в данном случае забирают они именно пешку на поле А6, чтобы в дальнейшем образовать себе проходную на ферзьевом фланге. Ну и как один из возможных вариантов, черные играют слон Д8, не пуская коня и ладью на поле С7, но тогда следует конь Б8 и в дальнейшем белые забирают еще одну пешку. И здесь, конечно же, у них уже выигранная позиция. Таким образом, как вы видите, если черные не проводят слон Е6 и не меняют слонов белобольных, то белые все равно играют Б4, затем ставят слона на поле Д5 и сдваиваются по линии С. В принципе, у них здесь план довольно простой и довольно очевидный. Все, спасибо за внимание и до скорых встреч.